Во время экспедиции в Антарктике команда исследователей заметила нечто странное – темное пятно на поверхности айсберга. Сначала они подумали, что это просто обломок скалы, но, подплыв ближе, увидели металл, поблескивающий сквозь лед. Руководитель группы, доктор Оуэн Рид, приказал остановить лодку и обследовать находку. С помощью буров и терморезов команда несколько часов вырезала часть айсберга и отбуксировала ее к своей базе на шельфовом леднике. Когда слой льда наконец подался, из-под него показался странный сферический объект, покрытый следами копоти и ржавчины. На его корпусе виднелись символы, похожие на кириллические буквы, хоть и частично стертые временем. Ученые доставили находку на станцию и поместили в инженерный отсек. Металл оказался слишком плотным, поэтому пришлось использовать плазменный резак. После нескольких часов работы люк раскрылся, и внутри обнаружились герметичные контейнеры, похожие на кассеты для фотопленки. Все затаили дыхание. Фрагменты были доставлены в затемненную лабораторию. Техник Джо Хилл осторожно размотал первую катушку, обработал ее реактивом и включил проектор. На белом экране проступили первые кадры. Старые аэрофотоснимки в черно-белом цвете. Исследователи смотрели в тишине, пока не поняли, что именно видят. На пленке были изображены военные объекты времен Холодной войны. Ангары, корабельные верфи, секретные полигоны. Спутник, как позже определили эксперты, принадлежал одной из разведывательных программ 1950-х годов. По архивным данным, он был потерян при входе в атмосферу и считался уничтоженным. Но вместо этого капсула рухнула в антарктический лед и пролежала там почти семь десятилетий. Несмотря на возраст, изображения сохранились удивительно хорошо. Они раскрывали детали, о которых мировые разведки предпочитали молчать. Несколько кадров даже содержали координаты, совпадавшие с ныне несуществующими военными объектами. Эта находка стала настоящей сенсацией. Археологи назвали ее ледяным письмом из прошлого. Секретная капсула пролежала в вечной мерзлоте, дожидаясь тех, кто наконец поднимет ее из ледяной темноты. Тайна, зарытая в антарктических льдах более семидесяти лет, наконец была раскрыта и напомнила всему миру, что прошлое умеет хранить свои секреты куда надежнее, чем люди. Продолжение следует...